здравствуйте здравствуйте о чем беседуешь здесь спрашиваю мнение сегодня по поводу брянской области может услышали наверняка уже наверное нет скажите спит и 3 вертолета два истребителя и что вы спрашиваете про это как относится россияне к тому что на их территории сбито 3 вертолета ми-8 и 2 истребители су-34 135 но все россияне по-разному к этому относятся в личном мое мнение ну военные действия война нет понятно что понимать одно дело когда они залетели на территорию боевых действий то есть залетели на украинскую территорию и они попали под сезону действия украинского а тут они были под воздушным пространством российской федерации так и что не знак ли того что на данном этапе теперь на территории российской федерации воздушное процессорство потенциально не под ее контролем это можно было такое допустить допустим могу понять извините просто закончу мысль что допустим на пусть я понимаю там один сбит это бывает не усмотрели но это же произошло в течение дня неоднократно несколько раз первые причине там грубо говоря час 4 в течение грубо говоря часа и потом в шесть вечера снова еще один ну я понял есть нюансы есть проблемы это война я повторюсь это война как ваше отношение к тому что они такой допустить смысле такой допустили я бы еще раз говорю это война и всякое может быть допустим берем любую войну но если не берем вероломную там допустим соединенные штаты в ираке когда резолюция он резолюция воду но потом в последствии когда я начну говорить только когда я начну говорить потом давайте вы тоже мне будете выслушивать я вас слушаю нет но его слушаю немножко или закончились вы уже ее перебили говорите извините пожалуйста не хотел так вот если мы говоря если бы россия вела войну также как соединенные штаты в ираке то есть выжигая все сначала вот так подготовка такая мощная что там ничего живого не остается а потом заходила если бы россия сейчас тоже вела такую войну то тогда можно было бы говорить о каком-то удивление что вот нифига себе на нашей территории что-то сбили но в данном случае россия ведет не такие военные действия поэтому всякое бывает в любой войне такое есть может быть проигрыш какой-то локальный может быть победа потом локальная может быть стратегически что-то там нюансов полным-полно сколько данном случае до какой-то промах какой-то наш проигрыш скажем так ну что же всякое бывает эта война сколько погибших населения в ираке было за все время мирных жителей от бомбежек американских я вам не скажу эти цифры он как вы может ну примерно хотим я вам не скажу эти цифры просто если вы моем понимании если вы проводите пример того же самого ирака союз войны в украине то вы должны располагаться цифрами то есть есть яростные бомбежки то есть я понимаю что речь моем понимании что вы имеете ввиду потери человеческих жизней то есть мирного населения которое надо защищать обеими с обеим сторонам я так понимаю что вы поправьте если я ошибаюсь конечно же сравнивайте количество мирного населения погибшего в ираке с мирным населением погибшим в украине я думал что вы цифры располагаете то есть вы основе чего если не по поводу нет мирного населения то на основе чего вы отталкиваетесь я сейчас вам отвечал на вопрос вернее ваш интерес удовлетворял не должны ли россияне удивляться что россия не контролирует свое небо и я вам объяснял что контроль небо над россией вы как-то немного путаете немного понятия это еду идет воедут военные действия военные действия характера не такого как говорю соединенные штаты в ираке делали что мы само собой не было там само собой не было возможности чтобы ирак что-то сделал там прошел давили что по поводу ирака и понимаешь чем с чем вы сравниваете что понимал сосредоточьтесь на другом пожалуй не не я хочу понять сравнение с ираком чем именно в том если вы сказали на обоуме ну сказать окей пойдем дальше нет ни на углу да в чем сравнение сравнение в том что сначала все обстреливалась можно посмотреть видео как это было россия тоже это дело вообще как это что что все тоже это сделала что вы это но 24 февраля начиная на мне поможет точность 4 5 утра в обратите меня изначально обстреляли контрольной точки обстреляли зоны расположения по зоны расположения баз техники авиации и только потом началось наступление что не так сделала военные объекты да какие объекты обстреляла сша изначально в ираке да ну там кроме военных объектов какие изначально обстрелял сша перед тем как зайти вы же изначально а вообще как велись военные действия ваше сравнение еще раз понять ваше сравнение с ираком давайте но объясните мне я пока не понимаю вы сосредоточьтесь на другом если вы знаете с ираком если вы сразу вертолеты вы меня если вы сравниваете да ваш вопрос по вертолет мой вопрос по вертолетам ваше объяснение в сравнении с ираками пытаясь понять чем сравнение смотрите на я понимаю что ведете позвольте я вас перебью давайте продолжим всего еще по существу только сравнение сираком я не понимаю либо объясните когда по другому бросить обиж alles коллирует небо россии по вашему вернемся к вашему мнение то есть ирака мы закрыли тему ник самомие не подходящие нет не надо уходить на ирак сравнения сравнения не подходящие или подходящие если подходящие тогда объясните обсуждать не буду но объясните метода если нет а до созранились 40 мне работает еще раз вы Зачем переводите в пустую болтовню? Я пытаюсь понять ваше сравнение. Если вы не хотите его объяснять, то мы защитываем много нерабочих. Если мы идем сейчас в сравнение, то я так скажу. В Ираке войны до вторжения Соединенных Штатов не было. Война началась в Ираке после вторжения. То есть с этим сравнением. Поэтому я говорю, мы сейчас идем в разные стороны. Америка тут при чем-то, да. В Ираке буквально вандальным образом казнили президента, правителя той страны на публику всего мира, транслируя по интернету повешение Саддама Хусейна. Поэтому я говорю, сейчас наш разговор идет совершенно в другую сторону в этих сравнениях. Вы акцентируете внимание не на том, о чем вы спросили изначально. Кто контролирует небо России? Вы попросили меня удивиться или что там сделать? Почему Россия не контролирует свое небо? Почему сбитые вертолеты и самолеты на территории России вдруг такое случилось? Как такое произошло? Почему Россия не контролирует свое небо? Я вам объясняю. Здесь неуместно это говорить. Это война, такое может произойти. Бывают конфликты, ой, бывают поражения, бывают наоборот какие-то победы. Это может быть локально. Вы пытаетесь сделать вывод, что Россия не контролирует свое небо, как я это заметил. Нет. Я пытался сейчас смотреть. Я объясню, почему я в это цепился. Ваше объяснение основывалось на сравнении с Ираком. Я хотел для себя понять, ну и для аудитории впоследствии, что в чем подразумевается это сравнение. То есть я определился, что в количестве населения погибшего вы здесь не сравниваете, потому что вы не знаете цифру. Окей. Потом вы говорили про обстрелы. Я пытался понять, какие именно отличия между обстрелами. Вы здесь тоже не готовы ответить. Я услышал. Вы пришли на другое объяснение. Окей. Но вопрос заключался в том, что почему именно так получилось? Как это допустили? Как допустила Украина, что не было на Украине? Нет, ответ на вопрос другим вопросом, это не считается за ответ. Я вам уже отвечал. Это война, и бывают всякие ошибки, бывают поражения. Я же вам ответил. Почему вы здесь удивлялись? А как получается поражение над воздушным пространством России? Потому что, насколько я понимаю, я понимаю, когда сбит истребитель, либо вертолет, залетевший в воздушное пространство противника. Но когда он сбивается в 70 километрах от границы, то это, мягко говоря, странновато. Что странновато? В моем понимании это показывает, что система ПВО, она, мягко говоря, мало того, что не идеальна, но уже более года идет боевые действия. Как по мне, можно было бы это и продумать. Не кажется ли, что это очень грубая ошибка? Ну, давайте назовем это грубой ошибкой. Хорошо. Грубая ошибка. В общем, его просто, да. Вот 9 мая, я эту тему не обсуждал, ну, раз затронули, как раз очень в тему будет. 9 мая смотрели парад? Нет, не довелось. Я понял. Ну, вы про танк, наверное, хотите сказать? Про, скорее, его отсутствие. Я Т-34 на параде, я, по-моему, это танк Победы, который обязательно, по-моему, должен быть у Российской Федерации на 9 мая на параде. Просто остальных танков не было. Просто я знаю, что есть такое, понять, как, сейчас скажу, выражу, парадная техника, которая не используется в боевых действиях. Ее могут максимум, допустим, использовать в случае, если ее не хватает. В Российской Федерации, насколько я не ошибаюсь, когда я смотрел последние данные, это по открытым источникам, насколько я знаю, 14 или 15 тысяч танков, из которых 60% это резерв, там Т-62 и так далее, остальные это боевые. Вот я пытаюсь понять, по вашему мнению, почему не было той самой парадной техники, парадных танков, которые хранятся специально для парадов, 4 мая? Можно такой саркастический ответ вам дам? Попробуйте. Знаете, потому что, чтобы проверить реакцию, вот лично вашу, например, в том числе, потому что, когда парад и много техники едет, такие, как вы, говорят, что мы оружием, бряцким оружием, а проехал один танк, когда мы оружием не бряцким, а просто танк проехал, я говорю, такие, как вы. Но вы подобную тематику, ну, вас же тоже немножко видно, так понятно, ваша риторика. А это некрасиво. А проезжает один танк, проезжает один танк, вам будет и другое интересно, вы за другое захотите зацепиться. Вот вы в данном случае, в любом случае, нашли бы, за что зацепиться. Я не зацепляюсь, я просто знал вопрос. Моё мнение, я отвечаю на ваши вопросы, меня не выслушиваете до конца, перебиваете. Моё мнение... Меня просто немножко обижает, что вы делаете... А можно теперь мне вопросы задать? Да, конечно. Скажите, а ваши деды участвовали во Второй мировой войне? У меня прадед был. Дедушка родился в 44-м. Ну, прадеды, да. Ну, прадеды, да. Прадеды участвовали. Награды имели? Насколько я знаю, да. А если какие награды, не вспомните? Я, честно говоря, не помню. Он в Варшаве умер. Прадед. Мне бабушка о нем рассказывала. Погиб? Умер. По царости. Во время войны или после войны? Нет, это старость. После войны. После военной времени? По-моему, в 97-м или 6-м, честно говоря, сейчас уже не вспомню. Бабушка тоже умерла. Бабушка умерла у меня в 2012-м, поэтому... Он воевал на стороне Советского Союза? Нет, на стороне Польши. Армия Краева. На стороне Польши, которая была... Поляки тоже, возможно, я так понимаю, были... Армия Краева, армия Отечества, армия сопротивления Германии. Они воевали с Советским Союзом, так как, согласно, знаете, мол, то Риббентропу пак, то часть была тоже оккупирована с немцами и с украинской повстанческой армией. Вот она воевала на Трефронтане. Угу, я понял. Что за сражения были? В каких участвовал он? Он... Не помню, честно говоря, честно не подскажу. А награды? Бабушка так... Бабушка у меня так вскользь о нем рассказывала, просто рассказывала, что воевал, там, с 42-го года. Очень интересно, что вы про награды как-то не знаете. Какие все-таки награды были тогда мне интересны? Во-первых, я тогда был совсем маленький, не интересовался этим, какие награды. Мы бабушка так об этом не рассказывала, поэтому говорила, что дед у нас воевал в армии Краева, когда вспоминалось то же самое 9 мая, поэтому и все. Дедушка, дедушка, к примеру, акцент брал на... Упався, да, бабушка акцент брала на Краева. Ну, я понял. Ну, тем не менее, я акцентирую внимание, что вы не знаете про награды. Ну, конечно, если мне об этом не... В смысле страны, я же говорю, он в Варшаве, я его никогда не видел, я знаю только о том, что он воевал в армии Краева от бабушки. Скажем так, неинтересно, награды были. Если бы я с ним контактировал, вы сейчас пытаетесь цепиться на вопрос, на который я вам заведомо дал ответ. Если бы я с ним его видел хотя бы в глаза, он мне показывал. Это понятное дело, а если я его не видел никогда у глаза, и только зная о нем от понослухах, то... Просто мне хотелось знать, я так понимаю, значит, награды были не фашистской Германии, не Советского Союза, награды чьи-то другие. А вот были ли они вообще? Ну, вы не знаете все. Я просто объяснил, почему я акцентировал на этом внимание. Нет, я объяснил, что я его никогда не видел, поэтому... Да, 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 я понял. А скажите, что раздражает некоторых представителей украинского народа в Георгиевской ленте? Георгиевской ленте, я не помню, что точно называется. Во-первых, лично меня, или вам за всех украинцев ответить? А за всех вы не сможете? Ну, именно. Давайте за себя. Лично за себя я изучал этот момент, был, есть белорусский университет. Если интересно, я вам потом могу... Уважаемиротворец канал называется, правильно? Да. Могу потом скинуть ссылку, если есть, телеграмм, то же самое. Называется он... Институт проводил исследования по поводу Георгиевских и Гвардейских лент. И он там тогда определил, что изначально во времена Советского Союза награды, которые вручались, они были Гвардейские. Ну, это всем известно, Георгиевская называется, и что и расцветка отличалась. То есть, то, что сейчас используется Георгиевская, действительно расцветка Георгиевской. А расцвет... Гвардейская, точнее. А расцветка Георгиевская, она другая. Это лично меня сдражает. В плане, к примеру, того же самого на государственном уровне, то с этими самыми Георгиевскими лентами были солдат со стороны Российской Федерации, которые снимали шевроны, эти зеленые начилочки, всеми известные, с Георгиевскими лентами. И на территории Донбасса боевики, которые заезжали с территории России, тоже обшивались с Георгиевскими лентами, поэтому к ним возникло такое отвращение. До 14-го, до того же самого, никаких претензий к Георгиевскими лентам как таковых не было. Это больше, знаете, такой политический момент. Вопрос теперь к вам у меня есть. Но, тем не менее, вот именно, что этими наградами награждались наши деды, которые воевали на стороне Советского Союза. Вопрос не в том, что когда ты награждался кому-то, вопрос современно. Мы же не смотрим то же самое прошлое, что что-то когда-то символизировал. Банально, то же самое герб Москвы во времена Второй мировой, одна из дивизий СС его носила. Москва же не открестилась от этого герба, правильно, правильно. То же самое СС Галичина, они использовали герб Галичины. Галичина же не открестилась от этого герба. То есть, разная символика по-разному раньше использовалась. Свастика, это тоже в буддийских храмах. у меня вопрос к вам нам уж с этим не закончили немножко у закона этого сами вы сами сейчас сказали что важно основополагающие нет я не это сказал никто потом использует пример власов использовать ну а что вы сказали я другое сказал но повторить его значит и не понял затупил то что использовалось и раньше как символика каждому государстве может трактоваться по разному по определенным различным причинам вот символика еще раз мертвая голова ой мертвая голова распоряжемся волчий клык это геральдика который присутствует на многих гербах региона в германии то же самое поэтому важно момент как она ассоциируется то есть у людей тогда сырется с этим у нас не ассоциируется то теперь с победой после 14 года ассоциируется с оккупацией у меня вопросик а вы 26 марта отмечаете в россии переходим конечно вы до тысяч до тысяча девятьсот сорок четвертый год 26 марта советский союз официально деоккупировал свои территории еще раз 1944 год 26 марта советский союз официально вышел на свои государственные границы ну не не знаком с таким праздником я понял вот я тоже не знаком и что он странам просто как по мне поскольку советский союз участвовал во второй мировой полноценно сначала я начала 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 почему-то сказал ну вы поняли и до самого конца до 2 сентября то есть сентября месяц там чуть позже зашел в польшу закончили 22 февраля 2 сентября сорок пятого года с капитуляцией японии с ними также подписывалась до как по мне опять же это чисто мое мнение в таком случае окончании великой отечественной можно было считать не капитуляции германии 26 марта потому что тогда полностью отбили свои четыре тоже ведь банально сорок седьмого года до шестьдесят пятого если не ошибаюсь 9 мая 3 сентября как в советском союзе когда сообщили тогда и окончательно у нас окончательно считается дата темпом везде так то что этого года сталин вообще отменил это как выходные дни а у меня придет в общем про 26 марта да что как бы отечественная война мы свое отечество отвоевали ну да и можно ну как бы как и сейчас так и тогда была есть на задача что для достижения цели недостаточно остановиться вот здесь и дать возможность противнику что-то делать его нужно раздавить идеологию нужно с идеологии конечно чем одевать мая тогда тоже те же самые но мне можно отвечать или продолжать это просто мыслей слух я очень много тем накидали я выбираю одну которую изначально задали про 26 мая и отвечаю на как раз немножко немножко развиваю и то же самое нужно было подавить это до конца с идеологии нужно было разобраться с идеологии к сожалению промахнулись тоже есть ошибки так же как сейчас есть ошибки с теми же самые вертолет на сожалению а вот то что не остановились на своих границах и не празднуем этот день но то же самое и сейчас как некоторые говорят что но если вы днр лнр там хотите помогать и так далее но стали бы на границах и защищали но это не выход стать на границах защищать обстрелы не то что оставались они усиливались и так далее соответственно нужно все-таки провести эту денацификацию. Я имел ввиду, чтобы не было обстрелов, нужно это оружие отобрать. Я имел ввиду, почему не отмечается дата окончания Великой Отечественной 26 сентября. Ну ладно, я суть сказал, вы наверное услышали. Нет, вы суть сказали, скользясь вывода, неправильно сделана вывода на основе моего вопроса. Я спрашиваю, не почему 26 марта остановились? То, что продолжили, понятное дело, война, сама Вторая мировая, не закончилась. А это не победа. Я еще раз говорю, окончание Великой Отечественной, вы правильно сказали, то есть освобождение своих территорий. Но ведь поскольку Советский Союз, таким образом окончание Великой Отечественной нужно считать не 9 мая, а 3 сентября, ведь Советский Союз полноценно участвовал во всей Второй мировой войне. Просто я еще заметил, что у вас историки, все которые даже пытаются как-то изучить полностью концепцию Второй мировой войны, все равно так или иначе ограничиваются только периодом с 41 по 45-й и 9 мая почему-то. Хотя, опять же, вторжение в Польшу, Литва, Латвия, Эстония, Бессарабия, война с Финляндией, это все были 40-й год подписания, попытка подписания переговоры с Германией, Италией и Японией по поводу вступления в Тройственного факта страны Оси, которая провалилась из-за разногласий. Опять же, Советский Союз активно передача тонны зерна, тонны сырья Германии, предоставление Германии территории для безопасности их флота во время бомбежек в той же самой Великобритании. Почему-то все моменты у вас вот так упускаются. Много тем подняли. Я все-таки отвечу на... Нет, не одна тема. Это 26 марта. 26 марта не может быть победой. Это не было победой. Нет, они говорят, что это победа. Ну что ж такое-то? Я же не сказал, что это победа не должна быть. Когда мне начать говорить, скажите. Выше 5 отвечаете на мой вопрос, исходя неправильно. Значит, то есть неправильно ответить на другой вопрос. Я не говорю, что это не должно быть победой. Я говорю, что окончание Великой не победа, как вы это сейчас, победа весе идет, а окончание Великой Отечественной. А я вам объясняю, важна победа, а не окончание. А окончание ВАНИ... Почему не 3 сентября такое-то? Мне можно говорить, или... Почему не 3 сентября тогда? Можно говорить. Да, окончание ВАНИ это победа. А почему не 3 сентября? Почему тогда не 3 сентября? 26 марта было не победой. Так и 9 мая тоже не победа. 9 мая, когда... не исчезай я тут ищу что это миротворец youtube канал миротворец интересно кому-то давно я его честно кажется не видел он там ездил на передовую здаётся за его фото звитом я думал с ним что страпилось они живы ну добре резюме с приводу розмовы с ним то все мы все его спробу он постойно намагался злитись питань він постойно намагался максимально незручно и в кинці щось трапилось добр а